Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео мы с вами обсудим кучу новостей и слухов по поводу Xbox за прошедшую неделю. В этом видео мы с вами обсудим Фила Спенсера и его пасхалки на полках, доступ к бесплатным онлайн фри-то-плей проектах, информация о том, когда стоит ждать долгожданные эксклюзивы и о сотрудничестве Кодзимы с платформой Xbox. Сегодня будет информативно, интересно, поэтому ставь лайк, подписывайтесь на канал, но прежде чем я начну, хотел бы рассказать о своей пасхалке на заднем фоне, которую вы по-любому уже заметили. Буквально на днях команда Мазабрик мне прислала вот такой вот подарок, и за это им огромное спасибо, и признаться, я не ожидал, что существуют такие прикольные и креативные подарки. Если что, Мазабрик это бесконечный фотоконструктор, который появился летом в 2020 году и сразу стал хитом. С помощью него вы сможете собрать абсолютно любое изображение. Покупайте набор, заходите на сайт и загружайте туда свою картинку. Вам это все генерируют под ваш конструктор, и все готово для сборки. Кстати, при генерации дают даже выбрать несколько вариантов. Собирается все это очень легко, как одному, так и в компании. Лично я хотел собрать Фила Спенсера, но Настя уговорила меня собрать именно моего фото с лайв-канала. Для того, чтобы легко различать цвета, и их всего 5, на каждом пакетике каждому цвету соответствует свой знак. И в инструкции значками показано, какой цвет на каком месте должен быть. Если вдруг поставили что-то не так, то не переживайте, вы с легкостью можете это все открепить. Лично тот набор, который у меня, это набор S, 51 на 51 сантиметров. Но у ребят есть еще M, набор удлиненный средний, и набор L, 76 на 76 сантиметров. И там картинка явно будет побольше. Кстати, для тех, кому важно знать, производитель данного конструктора Россия. Вот так вот картинка выглядит в готовом виде, довольно стильно смотрится. И самый прикол в том, что если какое-то изображение вам надоест, вы можете в любой момент это все разобрать и собрать любое другое фото, и делать это вы можете до бесконечности. Лично мне данный конструктор очень понравился, так же как и всей моей семье, поскольку реально оригинальная идея, и если вы не знаете, что подарить там маме, папе, девушке, брату, другу, то такой конструктор Мазобрик подойдет абсолютно всем и, пожалуй, на любой праздник. Кстати, как один из мега крутых вариантов, набор можно подарить друзьям на свадьбу. Его можно подарить как в разобранном виде, чтобы кто-то собирал, так и уже в готовом. Купить такой конструктор можно на сайте mozobrick.ru, и по моему промокоду вам дадут еще и скидку в 20% на любой набор. Поэтому, если вы хотите удивить родных и близких, да и просто иметь в доме оригинальную картину, то Мазобрик для этого точно подойдет. Реально крутой подарок. Если что, все нужные ссылки ищите, как всегда, в описании. И давайте начнем. Начнем, пожалуй, с первой интересной новости, а именно про Фила и его полки. Для тех, кто следил за событиями ранее, уже догадались, что майки капец как полюбили пасхалки, и иногда они показывают свои секреты задолго до анонса. Но показывают их так, что их почти никто не замечает. К примеру, до анонса Xbox Series S они боком оставляли ее прямо на трансляции. Также и новые наушники. Они засветили их в трейлере даже до анонса. Так вот, эта тема у них продолжается, и по замечанию одного из инсайдеров, задний фон с Фила Спенсера это все неспроста. Если присмотреться на это все внимательно, в глаза бросится Nintendo Switch, логотип Xbox, фигурка от Кодимы и коллекционка Witch Dogs Legion. Для обычного пользователя это вроде как и ничего не значит, но если вспомнить, что было ранее и что говорилось, то можно сделать вывод. Witch Dogs Legion, вероятно, попадет в подписку Xbox Game Pass, об этом неоднократно ходили слухи. Вывод о том, что все-таки майки ведут переговоры с Кодимой, кстати, эту новость мы обсудим в этом видео чуть позже. Но и самое главное на этой полке это Nintendo Switch, которая намекает о том, что все-таки майки и Nintendo будут тесно сотрудничать. Поговаривают, что подписка Xbox Game Pass появится на портативном устройстве, каким образом это можно лишь гадать, но я почему-то больше склоняюсь к тому, что на Nintendo будет xCloud, который позволит при помощи интернет-соединения играть в игры от Xbox. Кстати, один из слухов намекает нам о том, что объявление о сотрудничестве может произойти уже этой осенью. Вообще, если кто-то из вас владеет Nintendo, то напишите ваше мнение по этому поводу, нужно ли такое сотрудничество Nintendo и Xbox или нет. Пишите в комменты. Идем дальше. Бесплатный онлайн на Xbox. В принципе, любители условно-бесплатных проектов, которые не хотели бы тратить деньги на подписку Xbox Live Gold, чтобы играть в онлайн, могут порадоваться. И теперь практически любой желающий может стать тестером и все это опробовать. Как стать тестером и что для этого потребуется, сейчас расскажу. Но! С вас лайк и подписка. Скачиваем приложение Xbox Insider Hub. Раньше это приложение называлось «Центр предварительной поддержки». Заходим, со всем соглашаемся, принимаем, говорим, что мы тоже хотим стать тестером, становимся и помогаем в вопросах Xbox, набирая при этом уровень. В итоге, где-то с пятого уровня можем смело заходить в онлайн фри-то-плей проектах и пробуйте эту функцию. Единственное, пока данная функция не работает, по-моему, в играх в Destiny 2 и Call of Duty Warzone. Для этих игр стоит подождать, поскольку разработчики не внесли какие-то там изменения. Ну а для тех геймеров, которые не хотят париться, становиться какими-то там тестерами, в принципе, стоит подождать, поскольку бесплатный онлайн для бесплатных игр, мне кажется, выйдет уже совсем скоро, потому что всем тестерам это уже доступно и вот здесь, мне кажется, уже буквально осталось пару месяцев, может быть, даже и несколько недель. Короче, Лоис, если рад этому событию. Вернемся к Кодзиме. Много кто предполагает, что студия Кодзима Продакшн ведет переговоры с Xbox о выпуске своего следующего проекта. Ходят слухи о том, что Хидео Кодзима по кличке Гений обратился к Microsoft только из-за того, что Sony Interactive Entertainment отказал ему в новой игре. Правда это или нет, никто пока не знает, но с этим слухом ходит еще один слух, который поговаривает о том, что намечается новый Metal Gear, якобы Майки получили право от Канами по Metal Gear и тут же можно вписать Кодзиму. Вообще, слухи про Кодзиму опять же подтверждаются косвенно той самой фигуркой, которая была у Фила. Но опять же, правда это или нет и что с этого вообще получится, пока информации нет. Единственное, хотел бы вас сразу немножко охладить по поводу эксклюзивов, потому что по-любому многие подумали, что это будет полноценный эксклюзив Xbox, все дела. Да, все это может быть, но все-таки если взглянуть на политику Microsoft и посмотреть как она двигается, то мне кажется, что игра будет либо временным эксклюзивом, либо просто войдет с первых дней в подписку Xbox Game Pass. То есть принцип такой же, как и с игрой Outer Riders. Везде игру можно будет купить в дату релиза, но на Xbox она добавляется с первых же дня в подписку Xbox Game Pass и в принципе все рады. Мне почему-то кажется, что вот такая вот стратегия у Майков будет продолжаться еще долгое и долгое время. И последняя новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это выход долгожданных проектов по типу Fable и Perfect Dark. Поговариваю, что эти игры выйдут еще очень и очень нескоро, к сожалению. Если что, не очень скоро, это даже не в ближайшие пару лет. Да, сори, что такую печальную новость я оставил напоследок, но в ней есть и нотка радости, поскольку считаю, что лучше проекты будут пилиться долго, кропотливо, и в конечном итоге очень надеюсь, что они будут получаться законченными и идеально сделанными. Ибо смотря на недавние вышедшие проекты по типу там Киберпанка, Ассасина, Дёрд, лучше подождать, довести до идеала, чем выпустить скорее быстрее и потом исправлять ошибки. Я понимаю, что пример может быть не особо удачный, но такая проблема, слег все может коснуться и эксклюзивов. Но, как правило, все хотят именно экзовидеть в высшем качестве и без всяких косяков, поэтому надеюсь, что ожидание окупится сполна. Советую, кстати, не особо печалиться данной новостью, поскольку, опять же, ходят слухи, что у майков есть как минимум 4 крупных эксклюзива, которые выйдут немножко пораньше, чем эти перечисленные игры. В принципе, это все более-менее интересные новости за прошедшую неделю. Если вдруг что-то забыл, пиши об этом в комментариях. Ну а на этом, в принципе, все. Если вам понравился такой формат, понравился видос, то ставь лайк, подписывайся на канал и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok